Большое строительство в Одесской области, ремонт дорог местного и областного значения. Так, в Бессарабии завершили капитальный ремонт дороги областного значения Белолесье-Приморская Россейка. Речь идет об участке от села Лиман к курортному селу Россейка протяженностью более чем 10,5 километров. Ремонтные работы начали в марте текущего года и завершили через 5 месяцев. Подрядчикам уже традиционно выступила всем хорошо знакомая строительная компания, Росдорстрой, которую связывают с мэром города Одесса. Стоимость работ составила 112 миллионов 398 тысяч гривен. Мы с вами находимся на окраине села Лиман, на дороге Белолесье-Приморская Россейка. Здесь в этом году в рамках программы президента Большое строительство был выполнен в рамках текущего среднего ремонта, ремонт участка этой дороги от Лимана до курортного места Россейка. Изначальная смертная стоимость данного объекта была 122 миллиона. В прошлом году наша служба провела торги, в результате которых победителем стало общество с ограниченной ответственностью Росдорстрой с ценой в 112 миллионов гривен. Представители Лиманской объединенной территориальной громады утверждают, что ранее этот участок дороги был практически непроезжим. Поэтому актуальность его ремонта была высокой. К тому же этот путь ведет к популярному курортному городку. Чтобы туристы узнали не только о курортном селе Россейка, но и о соседней Катранке, необходимо отремонтировать еще 9 километров участка дороги местного значения. Дорога, яка сьогодні йде до наших курортів, це стратегічно важлива дорога. В першу чергу це для наших відпочиваючих. І друге, це саме то також наголовне, це поповнення нашого бюджету. Тобто ми в цьому році відчули, скажем так, великий потік туристів, які сьогодні приїздять до наших курортів. Збільшилось в декілька разів, тому що на базах відпочинку не було даже місць. Тобто порівняння з минулими роками, то буду відверто говорити, що великий потік туристів вже пішли. Дорога тут дуже була потрібна, тому що коли не було дороги, то туристи обходили тут все большими кругами. Тобто їздили везде, куди-то їздили. А тут, на самом деле, пляжи у нас саме чисті, вода саме чисті, немає рідом ні портів, ні великих отелів, щоб все це відбувалось в море. Тобто море тут екологически саме чисті. Іменно в цих участках – це Росейка і Катранка. Ми зараз надіємось, що в следующий етап буде Лиман-Катранка – це 9,1 км від того ж самого дальнього строительства. І тоді ми вообще приобщимо туриста полностью тут, в нашій зоні. Кроме дорог, ведущих на популярні курорты нашого регіона, також ремонтирують дорожне полотно містного і областного значення, яка связує населенні пункти з дорогами національного і международного значення. Таким образом, дорожники отремонтировали худший участок пути – владычень Катлавина, принадлежащий Болградсько-территоріальній громаді. За отрезок длиной почти 5,5 км пришлось заплатить 58 млн гривень. Подрядчиком выступило общество с ограниченной ответственностю «Евродор», которое начало работы в марте текущего года і закончило їх в августе. «Ета дорога соединяет Т-1606, территориальна дорога, с М-15. Одновременно проходит через село Виноградовка, Владычень, Катлавина, Нагорная, Орловка с выходом М-15. М-15 – это Одеса-Рыни. Я считаю, как профессионал, дорога сделана великолепно. Ну, во всяком случае, свой срок службы гарантии, он будет служить». «Сегодня, после того, как открылась паромная переправа Орловка-Исакча, и так как эта дорога ведет к международным и межгосударственным пунктам пропуска, контрольно-пропускным пунктам, такие как Табаки, Виноградовка, Залезничная, Новые Трояны можно сюда отнести, то есть мы понимаем, что транзитный поток, в данном случае не только пассажирский, но и грузовые перевозки, он увеличится, что в свою очередь даст подъем для социально-экономического развития этого региона». Программа «Большое строительство» предусматривает в первую очередь ремонт дорог государственного и международного значения. Представитель Болградской райгосадминистрации отмечает, что ремонт путей местного значения идет намного медленнее. Сегодня на балансе Одесской области находятся около 5,5 тысяч километров дорог местного значения, которые в свою очередь делятся на областные и районные. Объем финансирования и временного ресурса не позволяет отремонтировать дороги по всем направлениям, однако уже сегодня чиновники обсуждают план рационального распределения ремонтных работ. «В Болградском районе сегодня около 630 километров дорог областного и районного значения. Все они определяются по классу, которые как местные дороги – это Лошки и Цешки. Из них я могу сказать, что сегодня реально нуждаются в ремонте те, которые необходимы – это около 500 километров. Мы должны сделать, систематизировать, сделать анализ полностью всех дорог местного значения, то есть областного и районного, для того, чтобы определить приоритет. Вот, к примеру, с его Николаевка, сегодня Бородинское УТГ, до дороги государственного значения, которая сейчас ремонтируется, 3 километра. То есть проще сегодня построить 3 километра дороги, чем содержать обездную дорогу, которая имеет 15 километров. Погодные условия позволяют дорожникам не сворачивать ремонт и строительство в Одесской области. Мы уезжаем из Бессарабии, чтобы совсем скоро ознакомить вас с ходом работ в других районах и громадах самого большого в стране региона. Василий Базовлук, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...